Добрый день. На портал Экзегет пришел вопрос. Кумирами молодежи стали негативные персонажи. Как это изменить? Имеется в виду персонажи в основном из кинофильмов, из сериалов, из фильмов. Наверное, надо со своими детьми вместе смотреть то кино, которое им нравится, и потом обсуждать. Совсем их лишить просмотра уже сейчас невозможно, потому что рано или поздно они будут ходить к своим одноклассникам и там взахлеб смотреть все. А вот смотреть с ними, обсуждать, ну вот, по крайней мере, мы пришли к такому выводу, очень даже можно. И учить их, даже если в кино это положительный герой, видеть его недостатки и не позволять копировать его, объяснять, что, к сожалению, создатели кинопродукции, они вынуждены для того, чтобы заработать денег, делают такой контент, который привлечет наибольшее количество зрителей. Наибольшее количество зрителей легче привлечь с помощью негативных каких-то вещей. Или тех вещей, которые мы, христиане, называем греховными. Поэтому вот это недопустимо, вот это недопустимо, вот это недопустимо. Вот, надо сказать, что даже в, казалось бы, совсем чуждых нам сериалах, ну и каких-то фильмов, ну, разумеется, там, где нет прямого разврата, это с детьми не надо смотреть, конечно. Любой герой обычно колеблется, мучается, принимает какое-то решение, совершает какой-то поступок нравственный или безнравственный. И об этом надо говорить, это нормально. Потому что дети выйдут, когда вырастут не в стерильный мир, они выйдут туда, где им тоже будут предлагаться и искушения, и соблазны, и где они тоже могут, будут совершать выбор. Поэтому об этом надо с ними говорить, обсуждать. И таким образом фильм, может быть, для этого очень полезен. Если вы просто посадите перед собой ребенка и скажете ему, глядя грозным в глаза, что никогда не делай зла, а делай только добро, он это не поймет. Ребенок, особенно подросток, он воспитывается только на том, что ему интересно. Вот на этом материале. Этим материалом может быть какой-то хороший сериал. Или фильм вполне. Что еще очень важно в этом? Важно, что ребенок понимает, что, допустим, мама или папа, они бы не смотрели этот сериал без него. Но они смотрят, потому что им интересно то, что интересно сыну или дочке. Значит, им интересен сын или дочь. Вот это очень важно. Это, как ни странно, это служит к построению сердечной связи. И потом, когда ребенок проходит свой переходный период, он все равно сердечная связь с родителем остается. Потому что он был интересен. Поэтому, когда вы будете старыми, вы будете ему интересны. Понимаете? Потому что сердечная связь, она не порвется никогда. А если вы будете ему только рассказывать, что нельзя переходить дорогу на красный и ковыряться в носу при людях, то это как бы не строит сердечную связь. То есть материал должен быть для него интересен. И здесь сейчас очень большое поле для выбора. Конечно, сначала надо проверить контент, а потом уже, может быть, садиться, смотреть и обсуждать с ребенком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!